Важно, чтобы тебя что-то зацепило. И вот от этого первого крючочка дальше обрастается мясом идей. И вот вы знаете, именно колыбельная, она меня зацепила музыкально. И я думаю, и вот я ее слушал, 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 слушал. И начал входить в какое-то такое, в какое-то состояние медитации. То есть, когда ты ходишь по квартире, по кругу, так ходишь, 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 ходишь. Думаешь, что же ты видишь, что же ты видишь, что же, о чем это, о чем это. И вдруг я протянул так руки, кружаясь, протянул руки и вижу, что пепел на них падает. Думаю, почему пепел на них? Думаю, почему должен падать пепел? Думаю, почему падает пепел? Почему? Потому что я в концлагере. Вот, ну, то есть, я почувствовал, что я в концлагере. Думаю, хорошо, а что я делаю в концлагере, ведь там же ребенок. песни заложены. А я мать. И я слышу своего ребенка. Я очень хочу оттуда выйти. И дальше я начал представлять, что я мать, что вокруг вместо снега летит пепел, что я слышу своего ребенка. И у меня начали просыпать слезы. Я так начал плакать. И я понял, что о, мурашки пошли, значит, я на верном пути. И дальше уже начала обрастать сама история. Я начал придумывать, кто эта женщина, что эта женщина, что это за ваги, что это за время. Так родилась достаточно смелая идея. И я сначала испугался и подумал, «Делки-палки, наверное, ни Игорь, ни Лара никогда не согласятся на это». Но они согласились. И потом... То есть эта новелла, это камертон по всему проекту. И потом все уже остальные композиции я обрабатывал через камертон этой новеллы. То есть они не должны были быть легковеснее, чем придуманная первая. Вот поэтому я предпочитаю показать вам именно эту новеллу, и чтобы вы сложили себе впечатление. Ну и все. Давай. Свет только уберите, пожалуйста. Вот так. Продолжение следует...